привет мои хорошие девчонки и мальчишки сегодня будет такое болтологическое видео сейчас мне женсу будет звонить на работу меня гнать я у нас ветра нету вы видите нету ветра я решила использовать этот безветренный момент и записать небольшое болтологическое видео чем это видео навеяно это видео навеяно последнем видео леночки ссылочку я поставлю на ее это видео она спрашивала совета по поводу изучения языка кто как изучал и так далее и если вы помните мы когда-то с вами давно уже на этот счет разговаривали то ли на эфире то ли в каком-то видео я про это мельком прошлась да но я решила все таки записать может быть лена посмотрит послушает и какие-то что-то для себя сделает выводы да я постараюсь не очень долго рассказывать потому что и тут остапа понесло вы знаете что поболтать я люблю и тогда это видео будет уже на час никто его смотреть не будет нет ну конечно посмотрит но я в плане что знаете очень длинное видео тоже мне тяжело рендерить не у меня не за рендере в общем очень долго и я не могу тогда эти видео выставить это очень тяжело поэтому постараюсь вложиться все же 10-15 минут и расскажу только самые главные моменты далее что хочу сказать я поставлю ссылочку на старое моё видео о том как я изучала испанский язык там более подробно будет все рассказано это видео на втором канале качество видео это видео снимала года четыре назад или пять я уже не знаю качество видео конечно отвратительно звук отвратительный но тогда мы только начинали снимала я по моему просто на фотоаппарат на мыльницу на какую-то в общем так что но кому будет интересно более подробно потому что я там показывала свои записи я показывала свои книги по моему там диски в общем кому будет интересно проходите по ссылочке посмотрите и поддержите меня заодно старое видео тоже надо просматривать периодически правильно так поехали приступим с чего я вообще вот как лена решила начать изучать язык потому что она хочет рискнуть так же как и я в свое время запрыгнуть последний вагон и попробовать пожить в другой стране и это здорово вы знаете надо уметь выходить из зоны комфорта и потому что жизнь такая прекрасная в не столько разных красок окрасок а мы грязнем вот в этой рутине ежедневно в этом болоте и считаем что это верх совершенства да мы тратим свои вообще свое время на какие-то бытовые моменты улучшаем свою жизнь хотя вообще вот реально ребята я сейчас вот когда я поменяла свою жизнь и посмотрела как и другие вот люди живут да я могу сказать что да материально конечно хочется и то и то и то и то но то что ты получаешь новые знания новую впитываешь новую культуру изучаешь новые языки это тебе дает гораздо больше какой-то насыщение и самоудовлетворение чем новый телефон у меня кстати телефон вон обыкновенный какой-то самый дешевый мне телефон нужен для звонков я на него не снимаю вообще ничего не делал только звоню там какие-то фотки делаю и даже фотографии здесь самые простые плохие кстати какой-то телефон который только венесуэле в стадус унидус и по моему у нас по нами больше они нигде не продаются такое типа вауэй вот этого уровня да по моему такого уровня бюджетный но я довольно он у меня уже наверно года четыре и я счастливая я не собираюсь тратить огромные бешеные деньги на iphone и на какие-то там еще другие вещи нафига не мне нужны мне телефон нужен для коммуникации и все да то есть я лучше камеру вот хорошую куплю ну грубо говоря да для съемок видео чтобы видео были более-менее качественно или микрофон там новый но не в этом суть поэтому надо уметь выходить зоны комфорта не надо бояться кто не рискует тот не пьет шампанское как я всегда говорю поэтому поехали с чего я начала когда у меня возникла мысль что я хочу об этом я тоже рассказывала что я хочу поменять свою жизнь естественно встает вопрос о языке естественно я начала первым делом искать какие-то курсы по изучению языка я нашла курсы около работы и ходила в обеденный перерыв но что я вам хочу сказать ребята мне очень тяжело даются языки есть люди которые впитывают на раз-два мне языки для меня это это не мое да у меня голова не работает на этот счет мне всегда все языки даются очень тяжело я пошла на эти курсы я в общем с горем пополам сдала на а1 получила этот сертификат 1 по крайней мере база хотя бы я но я вам могу честно сказать я не знала ничего после мне просто помогли сдать экзамены учительница да потому что мне вообще было ничего не понятно ничего я не знала зубрить слова это был вообще просто жесть я не могла то есть мне просто учительница помогла чтобы я получил этот сертификат потому что она знала что я улетаю и может быть для работы если где-то я буду устраиваться на работу в другой стране чтобы у меня был какой-то сертификат о том что я хотя бы базу базовый а1 это самое вообще это алфавит и май name is или my number там джосой ну в общем совершенно совершенно элементарные слова какие-то и все это ничего да это вот вообще ничего ну и что им и в общем я конечно расстроилась потом я решила что я возьму частного преподавателя и и же девушку которая на курсах мы с ней подружились как-то очень хорошо потому что мы с ней ровесники она жила в латинской америке и в общем у нас как-то очень хорошо завязалась дружба и я с ней договорилась перед отъездом уже когда у меня были билеты на руках чтобы она мне какие-то базовые такие дала нужно не за ну знание какие-то чтоб я могла хоть как-то что-то понять или ну в общем что-то да и я наверное с ней прошла где-то 5-10 занятий но я вам могу сказать что я больше психовала и в общем я ничего ничего я не выучила ничего я не узнала ни глаголы не склонение в общем все это ерунда я вам хочу сказать да ну кроме алфавита может быть да но в принципе ничего мне не дало это но билеты на руках что делать в самолет с чемоданами и вперед из песни приехала меня встретили и в общем как я начала изучать мне моя подруга я ее просто тупо спрашивал у меня был ежедневник девочки у меня даже не было разговорника у меня был google помощник и моя подруга то есть я писала по-русски в ежедневнике предложение не слова предложения как пройти туда-то где находится это сколько стоит то-то то есть предложение да или я хочу подстричься или мне нужно сделать маникюр то есть ну вот буквально каждая каждая кустам сколько стоит мясо то мне нужно пол килограмма то есть все я записывала вот такими короткими предложениями и через google переводила и потом звонила моей подруге и спрашивала правильно ли перевели перевела потому что тут еще артикулы и так далее в общем google вы знаете не переводят правильно но плюс минус и она мне коррегировала что как вот это перевести правильно да или как говорят именно в этой стране потому что испанские в панаме это один испанский в колумбии это другой испанские в испании это 3 поэтому немножечко тут все по-другому да и она мне конечно исправляла мои ошибки и дальше 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 я шла со своим ежедневником у меня вот такой маленький вот как ладошка потому что я его всегда держала в руках не в сумке нигде в руках потому что это было был мой переводчик я открывала и шла допустим вот спрашивала читала спрашивала но дело в том что вы знаете ну ты спросила тебе подсказали там руками ты не понимаешь но настолько люди вообще здесь вот в латинской америке в центральной америке они настолько добродушные настолько к тебе хорошо относятся очень толера толерантные они тебя если ты не понимаешь они тебе на пальцах объяснят они тебя за ручку проведут то есть настолько здесь люди ну как таки открытые да что ты диву даешься у нас бы уже послали и еще бы нахамили вслед понимаете а здесь просто тебя не понимаешь они тебе на пальцах на как угодно но они объяснят и ты начинаешь понимать и вот таким образом я именно изучала язык и потом постепенно когда ты постоянно повторяешь повторяешь и люди тебе отвечают и я могу вам сказать через 8 месяцев я заговорила немножко но заговорила через 8 месяцев до плюс сериалы смотреть я не смотрела это мне не помогает да я не понимала я не люблю сериалы сидеть фигню эту смотреть я не могу время тратить я лучше через google но я еще слушала песни музыку да мне очень понравилась одна испанская певица на тот момент и я слушала песни которые и идут слова обязательно да и я вот останавливала и какие слова я не понимал или какие меня интересовали я через google опять же переводила кстати ссылочку на эту певицу я вам дам послушайте она поет о но не знаю домашнем насилии что ли научит на женской судьбе такой да в общем но песни очень такие душевные особенно когда ты слова понимаешь и наверное из-за этого у меня какой-то было такое немножко наверно стрессовое естественно состояние и мне очень легло на душу вот все ее песни все ее слова и с помощью вот перевода я тоже изучала и запоминала до сих пор я не не говорю правильно на испанском языке у меня есть ошибки но меня все понимают меня исправляют поэтому я считаю что самое лучшее изучение это погружение не бойтесь приезжайте и когда ты погружаешься у тебя нету другого выбора голова начинает работать как-то по-другому и ты потихонечку но ты начинаешь понимать и стараешься говорить все-таки это самый лучший способ никакие наверное классы не помогут до или учителя преподаватели наверно так вот не помогут изучить быстро вернее разговорный язык до а грамматика до грамматику надо учить я бы сейчас может быть пошла даже бы на какие-то курсы именно по грамматике потому что с временами у меня проблемы но меня мои мужчины корректируют и ромочка и энсу и поэтому я думаю что если меня понимают то ничего я не писатель какой-то чтобы мне грамотно писать разговорная речь у меня есть бытовая сейчас я опять усиленно начала английский продвигать таким же способом то есть я пишу предложение и перевожу их и говорю то есть только предложение никакие слова и никакие глаголы там правильные и неправильные я не учу только в разговоре вот так практика практика еще раз практика ладно девочки все быстренько вам наговорила вы знаете я хочу наверное все таки сделать видео насчет смешного испанского языка и насчет матного испанского языка но это будет следующее болта логические видео леночка надеюсь дорогая моя ты что-то для себя вынесла полезная поэтому не бойся лети вспомнишь даже то чего не знала когда ты погрузишься в эту среду и когда не будет русской речи вообще никуда ты не денешься придется вот так через google продуктор говорить а что делать а потом это само собой то один раз второй раз третий раз так и потом уже как песни слова пойдут все с всем спасибо за внимание спасибо что вы меня досмотрели кому понравилось как всегда ставьте пальчики вверх пишите комментарии спрашивайте и всем пока пока чау бай